Подводные лодки это один из самых совершенных видов военных технологий. Сегодня даже самый маленький корабль можно заметить со спутника, как и танк и даже небольшой отряд пехотинцев. Но подлодку так не найдешь, ее не заметишь даже на корабле, если она затаилась на глубине. Среди всех подводных лодок мира безоговорочно лидируют российские и американские, среди которых есть поистине монструозные модели, те, что похожи больше на плавучие города. Для удобства я буду мерить габариты не только в длине и ширине, но и в водоизмещении. И в этом видео я расскажу вам о семи самых больших и грозных подводных лодках. Тип Триумфан Кого не ожидаешь услышать в этом списке, так это французов, которые особо никогда не претендовали на морское владычество. Тем не менее, на вооружении Франции находятся четыре атомные стратегические подводные лодки типа Триумфан, имеющие длину 138, ширину 12,5 метров и водоизмещение 14 335 тонн. С такими параметрами предельная глубина погружения подлодки составляет более 400 метров. На вооружении стоит 16 баллистических язерных ракет, которые транспортируются в надводном положении со скоростью 12 узлов и 25 узлов в подводном. Интересно то, что в отличие от большинства стран НАТО, французы не стали лениться и закупать баллистические ракеты у США, а поставили собственные. Тип Венгард Если вам кажется, будто Великобритания давно не владычится морей, вы ошибаетесь как минимум потому, что на его вооружении стоят четыре атомные стратегические подлодки типа Венгард. Это достаточно крупные, хоть и уступающие по размеру российским и американским аналогам подводные лодки, длиной 150 метров, шириной 12,8 метров и водоизмещением 15 900 тонн. Вся эта махина приводится в движение ядерным реактором мощностью 15 тысяч лошадиных сил и двумя турбинами мощностью 27,5 тысяч лошадиных сил. Интересно то, что британцы отказались от разработки собственных средств доставки ядерных боеголовок и взяли американскую систему Trident 2D5. Всего на борту расположено 16 ракет. Проект 949А «Антей» Проектирование подлодок проекта 949А «Антей» началось еще в конце 60-х годов, а в строю они находятся с 1986 года. Эти ракетные подлодки третьего поколения имеют длину 154 метра, ширину 18,2 метра и водоизмещение 14 700 тонн. И способны развивать до 15 узлов в надводном положении и до 32 узлов в подводном, что делает ее одной из самых быстрых подлодок в мире. Вопреки мнению, будто все подлодки на вооружении ВМФ России несут ядерное оружие, в проекте 949А «Антей» не предусмотрена такой функции. Это противокорабельный комплекс, который предназначен для поражения крейсеров, авианосцев и других крупных надводных объектов. Как и большинство подлодок, стоящих на вооружении ВМФ России, проект 667БДРМ «Дельфин» несет себе баллистические ракеты с ядерными боеголовками. Что касается габаритов, то длина составляет 167 метров, ширина 12, тогда как водоизмещение равно 18 200 тонн. Но интересно не это, а мощный корпус, благодаря которому подлодка этого класса имеет предельную глубину в 650 метров, что недоступно большинству как российских, так и американских аналогов. При этом проект 667БДРМ «Дельфин» развивает скорость на поверхности до 14 узлов, а под водой до 24 узлов, неся на борту 16 ядерных баллистических ракет. Проект 955Борей Вторые по величине подлодки. К настоящему моменту построено три подводные лодки этого проекта в первой версии. В 2020 году была спущена на УДА первая модель по модернизированному проекту 995А Борей-А. Всего же запланировано строительство 10 подлодок этого класса. На данный момент на вооружении ВМФ России стоит 5 кораблей. При длине в 170 метров и ширине 13,5 метров она имеет водоизмещение в 24 тысячи тонн и развивает до 15 узлов в надводном состоянии и до 29 узлов в подводном. Борей напичкана различным вооружением, таким как минно-торпедная, ПВО и, конечно же, ракетная, представляющая собой 16 ядерных ракет. Тип Огайо Американские стратегические атомные подводные лодки третьего поколения вводились в эксплуатацию с 1981 по 1997 и являются основой стратегических наступательных ядерных сил США. Кроме того, с 2002 года это единственный тип ракетоносцев на вооружении ВМС США. Длина составляет 170 метров, ширина почти 13, а водоизмещение 18 750 тонн. При этом максимальная скорость в надводном положении равна 17 узлам, в подводном 25 узлов, а рабочая глубина 365 метров. Что касается вооружения, то Огайо несет в себе 24 баллистические ядерные ракеты или 154 крылатые ракеты. Проект 941 Акула Тяжелый ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта Акула Крупнейшая подводная лодка когда-либо эксплуатируема человечеством. Ее длина составляет 173 метра, ширина 23,3. Чтобы понимать, насколько это много, высота 10-этажного дома составляет до 40 метров. При этом ее водоизмещение равняется 48 тысячам тонн. Кажется, будто такая махина неповоротлива и ее легко догнать даже на каком-нибудь среднем катере. На самом деле это не так, и в надводном состоянии она может идти на скорости до 12 узлов, что составляет 22 километра в час, а в подводном 25 узлов или 46 километров в час. Разумеется, чтобы двигать такого монстра нужны не менее монструозные двигатели. За это отвечают два ядерных реактора по 190 мегаватт каждый и две турбины по 45 и 50 тысяч лошадиных сил. Благодаря мощному корпусу Акула может погружаться на глубину до 500 метров и находиться в автономном режиме до 6 месяцев, при этом неся в себе до 160 человек личного состава. Так как проект был безумно дорогим и высокотехнологичным, в СССР было построено всего 6 экземпляров, из которых один все еще находится на вооружении, а два в резерве. На этом на сегодня все, а если хотите узнать больше истории прошлого, заходите на мой канал, там вы найдете много интересных видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова